Всем привет! С вами Дерзкий Дизайнер, меня зовут Гольцова Татьяна и я ландшафтный архитектор. Уже более 15 лет я создаю частные сады, но сегодня я хочу записать необычный ролик и рассказать о своем личном опыте проживания на загородном участке и даже более конкретно о своем личном опыте использования горячих уличных купелей Goodwood. Первый раз мы попробовали формат загородной жизни с семьей на долгосрочную перспективу в далеком 2016 году. У нас был большой дом, был гостевой дом баня и в нем даже был бассейн, но нам чего-то не хватало, нам хотелось проводить больше времени на свежем воздухе. Шашлыки, друзья, тусовки, пикник, дети бегают и вот на улице хотелось бассейн, но нет, потому что лето у нас очень короткое. Чего-то хотелось такого, чтобы ты мог и зимой там кайфовать и тогда пришла идея поставить горячую купель Goodwood и мы это сделали. Почему горячие купели? Ну здесь было несколько аспектов важных для меня. Во-первых, мне ужасно надоела хлорка, которая была в нашем бассейне. Да, существуют вот эти бесхлорные бассейны, но там все равно ты ощущаешь, что вода, ну такая, не свежая. В купелях мне нравилась идея, что ты наливаешь, выкупаетесь, отдыхаете, сливаете. В следующий раз у вас вновь свежая чистая вода. Для меня это было важно. Второй важный момент, то что ей можно было пользоваться круглый год и зимой, и летом. А летом, опять же, вот казалось бы, летом зачем нам подогрев, а он нужен, потому что вечером, ну обычно, когда мы отдыхаем на загородном участке, вечером, когда все приехали, расслабились, отдыхаем, но вечером уже холодает в Подмосковье и просто залезть в какой-то водоем, ну так, зябко. А в купеле было отлично. Мы взрослые дети, мы могли там лежать часами, несмотря на то, что на улице уже плюс 20, 18, 22, а в купеле комфортные 36, и ты просто расслабленно отдыхаешь. Это было удобно и летом, и зимой. Третий пункт, казалось бы, возможно, излишне романтичный, но для меня он был важен и до сих пор остается важным. Мне хотелось лежать в воде, в теплой воде под звездным небом. Это такой непередаваемый кайф. Ты лежишь, у тебя свежий воздух, птицы поют и звездное небо над головой. Ну это реально круто. Гораздо круче, чем в помещении, внутри какого-то, пусть даже суперкрутого навороченного бассейна. Вообще разные ощущения. И со временем мы нашим внутренним бассейном практически перестали пользоваться. Да, очень важной опцией была баня, ну или сауна. В нашем случае это была дровяная баня, после которой ты выбегаешь на улицу, хочешь в холодную купель, но чаще мы ее нагревали, чаще мы использовали горячую купель, в которую не просто занырнули, вынырнули, а долго лежали. Но если у вас есть такая возможность, я бы поставила две купели. Одну поменьше, просто чтобы окунулся, вышел, и она всегда была холодная. А вторую, ну такая как джакузи на свежем воздухе, когда ты включаешь аэромассаж, включаешь гидромассаж, у тебя горячая вода, ты лежишь и отдыхаешь. И обязательно подсветка. Не забывайте про подсветку, это супер важно. Купель без подсветки мы пробовали, вообще не то, потому что ты вечером-ночью сидишь, тебе нужен этот атмосферный свет. Не обязательно, чтобы он менялся, вы можете в целях экономии поставить там лампу одного света, но в принципе смена света это было интересно, и мы всегда этим пользовались. Еще один неочевидно, но для меня лично важный момент, это то, что у купели Гудвуд стоит печка на дровах. И вот эта печка на дровах, ты ее растапливаешь, и у тебя идет этот запах дров. Вы знаете, как вот эти запахи, когда люди жарят шашлыки на дачу, тебе уже хочется к ним? Или когда они растапливают свою баню, тебе уже хочется туда? Вот тот же самый эффект дает купель Гудвуд, горячая купель на дровах. Потому что даже если у вас стоит хамам или финская электрическая сауна, вот этот вот запах печи, запах дров, ну он просто супер атмосферный. И еще один важный пункт, о котором я вкратце уже проговорила, но наверное я хотела бы им завершить, это гигиеничность. Для меня это было супер важно. Мне было важно после каждого нашего такого спа-вечера слить воду, спокойно обмыть, прочистить всю купель, продезинфицировать ее и знать, что в следующий раз, когда мы снова наполняем купель, это чистейшая вода, в которой приятно находиться. Без хлора, без химии, ну без каких-либо заморочек. Просто слил, налил, ну условно как в ванной, только на свежем воздухе. Это было круто. Возвращаясь к моей личной истории приобретения купели Гудвуд, я уже упомянула, что мы купили ее на арендованный участок. Казалось бы, это очень странное решение, да, но нет. Потому что при покупке купели мы сразу спросили у производителя компании Аквахолд, сможет ли она нам помочь продать ее с дисконтом со временем, если нам нужно будет переехать на новый участок или вернуться в город. Ребята сказали, что обычно они этого не делают, но да, возможно. И к моменту, когда мы должны были уже съезжать и переезжать в город, мы обратились в Аквахолд и буквально за неделю был найден покупатель, который был готов купить эту купель с хорошим дисконтом. За эти два года, что мы пользовались купелью, она осталась в прекрасном состоянии. Единственное, что немножко нужно было подрихтовать дерево, залачить его, отшлифовать и все, и она как новенькая. Мы получили обратно практически всю свою сумму денег, а новый клиент получил купель Гудвуд премиум класса с хорошим дисконтом, по очень хорошей цене. А физически это выглядело так, что просто в один прекрасный день компания Аквахолд пригнала к нам машину, из нее вышли 4 человека, подняли купель и увезли. А нам были перечислены деньги. Сам настил, на котором стояла купель, мы разобрали за час с помощью обыкновенного шуруповерта. Но это не конец истории. Спустя два года нашей жизни в городе мы с мужем поняли, что все-таки мы загородные жители и нам очень захотелось обратно на природу. И все эти два года я ловила себя на мысли, что мне не хватает именно вот этой вот горячей купели. Когда ты лежишь, над тобой звездное небо, вокруг тебя может быть снег, дождь, лето, без разницы. А ты просто в своем каком-то кайфовом мире отдыхаешь, расслабляешься на свежем воздухе. Это было круто. Поэтому, когда мы переехали в наш новый дом год назад, снова арендованный. Первое, что мы сделали, это мы заказали купель Гудвуд, конечно же. К этому моменту у них вышла новая версия, новая модификация, которая мне нравится гораздо больше. Для меня, как дизайнера, прошлая модель с печью, которая стоит отдельно, казалась немного избыточной. И мне хотелось, чтобы они придумали, как это объединить. И они придумали, так просто совпало. И я, наверное, была одним из первых покупателей. Купели Гудвуд со встроенной печью. Вот это супер. Это визуально очень красиво. Никаких лишних элементов. А сама печь, я переживала, вдруг она будет горячая, и изнутри как-то мы будем об нее обжигаться. Нет, вообще никаких таких проблем. Там пластик, он абсолютно такой же температуры, как все остальное. Просто у тебя нет этой отдельно стоящей печи. Зато у тебя есть очень удобный столик. То есть верх этой печи стал столиком и стало просто прекрасно. Мы оставили все те же самые опции. Мне кажется, они оптимальны. У нас два гидромассажа. Ну, как правило, вы отдыхаете либо вдвоем с супругом, либо компанией. Но два гидромассажа все же нужны. Один маловато, четыре, ну, возможно, избыточно. У нас стоит аэромассаж. Это тоже классно. Вы знаете, с помощью аэромассажа мы последнее время делаем такие себе пенные вечеринки, когда мы заливаем пенку в купель, запускаем аэромассаж, и все. И у нас пена. Это очень круто, особенно зимой. Она еще и замерзает. Это вообще необычный эффект. Вот. И у нас, конечно же, подсветка. Как я говорила, без подсветки вообще купель брать нельзя. Вот просто категорически нельзя. Подсветка должна быть обязательно. Поэтому мой отзыв про купели Goodwood, мне кажется, вам уже понятен. Я рекомендую. Не только как ландшафтный дизайнер, а просто как реальный пользователь, который дважды ее приобрел и ни разу не пожалел. Всем добра. С вами была Гольцова Татьяна, ландшафтный архитектор. Я думаю, что ссылка на мой канал будет в описании под этим видео. Всем пока. Goodwood. Укрепляй здоровье, наслаждаясь жизнью. Продолжение следует...